В Узбекистане будут развивать суфизм и науку Калян. Режим создает атмосферу страха в стране. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев 15 декабря подписал указ о создании Исламской Академии Узбекистана. Согласно указу, Управление мусульман Узбекистана является учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения. В Академии будут функционировать магистратура, базовая докторантура и докторантура. Для обучения и ведения научных исследований Академия будет принимать граждан Узбекистана и зарубежных стран на контракт на грантовой основе. Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования и самостоятельного ведения исследований. Примечательно, что число студентов на 2018-2019 год составляет всего лишь 16 человек. Кроме того, Мерзияев подчеркнул, что будет изучаться умеренный ислам, то есть Накшибандийский тарикат, суфизм, и колом-ильми, наука-колям. Также Мерзияев подчеркнул, что народ Узбекистана сильно отстал в изучении ислама. «Не обижайтесь, в понимании ислама мы сильно отстали. Отстали потому, что не изучали, не создали соответствующих условий для изучения ислама», – сказал он, обращаясь к имам Хатибам. По мнению аналитиков, слова Мерзияева указывают на то, что он планирует изменить подход к исламу, который реализовывался в стране с конца 90-х годов. Вместо полного запрета ислама и массовых репрессий, Мерзияев планирует сформировать в сознании народа суррогат религии, то есть умеренный ислам, что на практике означает лишь то, что власти будут находить религиозное обоснование и объяснение своим действиям. В Таджикистане запрещена продажа некоторых видов стройматериалов без паспорта. По заявлению МВД Таджикистана, распоряжение издано якобы с целью предотвращения террористических атак в стране. Как сообщает радио ЗАДИ со ссылкой на местного жителя Нарзулло Холикова, на данный момент существует перечень строительных материалов, продажа которых без паспорта запрещена. Если покупателю нужны гвозди, материалы из железа или карбид кальция, то мы просим показать паспорт. Все данные о покупателе, а также номер его мобильного телефона записываем в специальную тетрадь, рассказывает Нарзулло Холиков. В тетради имеется печать местного ОМВД. Сотрудники районной милиции нередко устраивают на рынке стройматериалов рейды, в ходе которых обязательно проверяют записи в тетради. Нас строго-настрого предупредили, за нарушение последует наказание. Иногда людей жалко аж до слез. Скажем, приезжает житель отдаленного кишлака в город за гвоздями, но у него нет паспорта. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Так он и возвращается, ни с чем, говорит продавец стройматериалов. Но при этом сотрудники МВД не смогли объяснить, на основании какого закона издано это распоряжение. Также непонятно и то, почему продавцы рынка должны иметь доступ к персональным данным граждан страны. Наблюдатели отмечают, что данное решение – ничто иное, как создание атмосферы страха в стране, которое необходимо Рахмону для подавления оппозиционных настроений и оправдания борьбы с любым проявлением ислама. Субтитры создавал DimaTorzok